Сидели, выпивали, ну и тут я вспомнил о старом долге Алия Гайфовича, ну и спросил, ну где когда ты отдашь мне мои деньги. В итоге, как бы, завязался в драку и, ну, ходит драк, это, блин, как вообще объяснить. На кадрах оперативной съемки Сергей Гилев не может даже произнести слова «я убил». Трудно поверить, что этот молодой человек, злополучный вечер, 15 декабря 2017 года, практически забился бутыльником. Продемонстрируй, пожалуйста, как ты нанес удар Олегу. Встал, в ударе. Вот, мол, через. Через ударил, один удар. Да, он сел на браку на стол. По пятил себе, по на стол. Убийца вместе с другом Дмитрием часто приходил в гости к Олегу в общагу на улице Энгельса вместе выпивали. Так было и в этот раз. Приняв порядочную дозу алкоголя, Сергей решил выяснить, когда друг отдаст долг. Смотрю, бутылка разбилась, ну, потекла кровь. Ну, смотрю, а, ну, пошевелил, а Олег, как живой. Ну, а смотрел, там, махал руками, типа, ну, понял, что он живой. После этого друзья решили сходить еще за алкоголем, когда вернулись хозяин комнаты. Уже умер. Цена жизни – несколько тысяч рублей. Да не более пяти тысяч. Просто вот ввиду как раз-таки алкогольного опьянения, все это было более сильно, может, воспринято, более рьяно воспринято. И обвиняемый начал наносить вот телесные повреждения, из-за которых потерпевший скончался на месте. Сергей Гилев с места происшествия сбежал. Его искали несколько дней. Свидетель и очевидец данных действий обвиняемого сообщил в правоохранительные органы, ввиду чего на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Место нахождения обвиняемого было установлено не сразу, а в течение нескольких суток. Когда его нашли, Сергей написал явку с повинной и согласился на проверку показаний на месте преступления. Вначале полиция разрабатывала несколько версий. Думали, что смерть не носит криминального характера, потому что хозяин комнаты часто напивался до такого состояния, что мог упасть где угодно и ходил в синяках. Также подозревали третьего собутыльника, но потом выяснилось, что он пытался удержать друга, чтобы тот не избивал хозяина комнаты, но просто не справился. В итоге Сергей Гилев получил 10 лет лишения свободы. По словам следователя, он уже был судим за грабеж и кражу велосипедов у несовершеннолетних, но так и не осознал, что за каждое преступление придется отвечать перед судом. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».